Следующая докладчица сегодня это Саида Рустамбекова. Доклад у нее следующий. Как будто бы не мая несмотря на C2. Ожидание и реальность. Привет. Здрасте. Так, где ты живешь? Я живу в Мюнхене. В Мюнхене это дорого жить, да? Как-то. Да, но вообще я люблю дорогие вещи, я люблю дорогие города. А что именно дорого в Мюнхене и что тебе нравится в этом? Ну про себя могу вот что сказать, что мне нравится. Мне просто нравится покупать дорогие вещи, мне нравятся вот дорогие города и поэтому я специально поехал в Мюнхен. Ну наверное там вкусно поесть можно, да? Ты обычно что ешь в ресторане? Мне нравится шпецли с сыром. Кезе шпецли, это баварское блюдо. Да, вот так вот, да. Так, а на швабском языке как это? Ой, ну, языковой тонкости не будем вдаваться. Ну что же, давай послушаем твой доклад. Ты как, готова? Да, хорошо. Так, у тебя 10 минут. Пожалуйста. Так. Представьте себе, вы скоро поедете в Германию учиться. И я подготовила для вас чек-лист с самыми важными документами. Во-первых, нужен загранпаспорт. Заграничный паспорт. И студенческая виза тоже нужна. Да, да. Что еще нужно? Еще нужно достаточно денег, чтобы можно было уверенно и спокойно жить. Плачивать свое пребывание в Германии. И дальше, очень важный момент, это знание немецкого языка. Прежде чем вы поедете в Германию учиться, нужно обязательно изучать немецкий язык и сдавать экзамен. И считается, что нужно подтвердить уровень C1. Это, например, такие тесты, как тест DAF, Сертикифат Геотинститута и так далее. Например, вот, конечно, да, говорят, что сертификат C1 открывает много дверей. Можно подаваться в университет, можно также найти работу и так далее. Звучит классно, не правда ли? Но вот вы когда-нибудь думали о том, что, несмотря на то, что вы сдали экзамен на сертификат C1, все равно у вас есть языковые барьеры. Я вам скажу, да, такое бывает, часто бывает. Несмотря на то, что у тебя высокий уровень языка, языковые проблемы возникают. Итак, очень важный момент, это разговорный язык. И для всех, кто учит немецкий язык, это, конечно, очень сложный момент. Сложный момент с точки зрения понимания и разговора. Но что такое повседневный или разговорный язык, когда его используют? Мы используем разговорный язык, когда говорим с семьей, друзьями, или, например, когда говорим с кассиром в супермаркете. Такое тоже бывает. Но ведь это сложно, понимаете, для понимания. Почему? Вот с чем это связано. Когда мы за границей, то есть не в Германии, учим немецкий язык, то мы не учим разговорный язык. Мы учим так называемый литературный немецкий. И этот язык часто не используется для коммуникации с друзьями, он используется в новостях. И поскольку мы не учим разговорный, нам его понимать сложно, особенно в начале. Так, давайте посмотрим на несколько примеров. Как мы, те, кто учим немецкий язык, говорим некоторые фразы на литературном немецком, а как это говорят в быту? Итак, смотрите. Не могли бы вы мне, пожалуйста, принести кофе на литературном языке? Не могли бы вы, пожалуйста, и так далее. А на разговорном языке как это звучит? Нэн кафи бит. Кофе, пожалуйста. Кофе, пожалуйста, да? Ну, это достаточно вежливо звучит, но все равно это разговорный язык. Другой пример. Так, более длинное предложение. А не знаете ли вы, где я могу найти Бранденбургские ворота? Очень формальная такая фраза. Разговорный язык это, sorry, где Бранденбургские ворота? Да, то есть гораздо проще, чем то, что вы видите слева. И последний пример. Очень длинное предложение, смотрите. Простите, я, к сожалению, не понял, что вы сказали. Не могли бы вы, пожалуйста, это еще раз повторить? Да? Длинная фраза. А на разговорном немецком, ведь мы это часто слышим, только одно слово. Одно слово. Э? Э? Да? Представляете? Если что-то не поняли, можно вот так сказать? Э? И это, конечно, гораздо проще, чем вот этот длинный язык. Длинное предложение. Но что я хочу этим сказать? Конечно, можно использовать эти фразы, но не в рамках коммуникации с друзьями, потому что иначе это звучит очень формально, очень странно. Я в Марбурге проходил подготовительные курсы к обучению в университете. После этого я решила переехать в Баварию, в эту прекрасную федеральную землю. Там очень много традиций, это футбольный клуб Бавария, Мюнхен, великолепные университеты и так далее, и так далее. И я приезжаю в Баварию, у меня есть сертификат С1, да, я горжусь собой. Но вот что я слышу. Так, вот что я слышу. Это. Да, ну вот честно хочу вам сказать. Вы вот сколько процентов из этого поняли? Видите, я вот 5, 5 процентов. Но если, конечно, постараться сконцентрироваться, то, может, 6, поймешь, да, но не больше. Ну, я подготовила интересную игру, викторину. Викторина такая, как стать миллионером. Я вам покажу три фразы на баварском языке, на баварском диалекте немецкого языка. Вы можете угадать, попробовать. Вы можете попробовать угадать, как это звучит на литературном немецком. Ну что, готовы? Итак, поехали. Первый вопрос. Что означает баварское выражение? Ангоден. Так. Айнгартен, то есть сад. Б. Ангутен. С. Гутен аппетит, приятного аппетита. Д. До свидания. Чус. Пока. Подумайте, подумайте, пожалуйста. Так. Сейчас покажу вам правильный ответ. И правильный ответ. С. Ангутен на баварском немецком, значит, приятного аппетита. Гутен аппетит. И в Баварии часто это слышишь, на самом деле. Итак. Если вы это запомнили, то все, вы уже переходите на первый этап. Новичок в баварском. Так, второй вопрос. Что значит выражение клуба Бавария? МИА САНМИА. МИА САНМИА. МИ это МЫ. Человек устал. Или МЫ здесь. Или, пожалуйста, пиво. Да. Фанаты футбольного клуба Бавария Мюнхен должны, конечно, это все знать. И какой у нас правильный ответ? МИА САНМИА. Это значит ВИР ЗЕНТ МИР. То есть МЫ есть МЫ. Итак, если вы угадали правильный ответ, то вы уже продвинутый, изучающий баварского языка. Следующий вопрос. Что означает фраза «хостес агнайст»? А. Тебе это понравилось. Б. До тебя дошло. С. Понравился ли тебе твой отпуск. И Д. Что ты вчера делал. Подумайте, пожалуйста. Так. Итак, правильный ответ. Б. До тебя дошло. Хас тоес аух эндлих копирт. Литературно-минецком. Итак. Теперь вы эксперты в баварском. Я вас поздравляю. Молодцы. Итак. Теперь рекомендации от меня. Заключительные слова от меня. Всем, кто хочет переехать в Германию. Говорите. Разговаривайте как можно больше с носителями немецкого языка. Как можно больше разговаривайте. И заводите как можно больше знакомств, чтобы вы могли просто как можно больше общаться с друзьями. В университете, на работе, на тренировке. Потому что разговорный язык можно изучить только если вы будете действительно разговаривать. Ну и что же. Всем успеха. Желаю это вам на баварском диалекте. Спасибо. Да. Я слышу баварский язык. Мне кажется, что я немецкий язык сам не знаю. Так. Три вопроса. Три вопроса. Первый вопрос. Как выглядит типичный распорядок дня студента в Германии? Так. Я встаю очень рано. Утром в 6 утра. В 6 где-то. Иду в универ. И вот действительно практически все время сижу в университете. В университете нахожусь. Все зависит от количества пар. Качество пар для курсов в семестре. Но у меня есть немножко свободное время. И все в принципе достаточно можно так нормально организовать. Но все зависит от того, на кого вы учитесь. Так. А в свободное время что ты делаешь? С друзьями иду в кафе. Люблю поболтать с друзьями. Каким-то спортом занимаюсь иногда. Но не так, не сильно. Без фанатизма. Да. Слишком много спорта. Это тоже не так хорошо. Так. Что ты думаешь по поводу англицизмов в немецком разговорном языке? Мне нравится. Мне нравится. Я использую англицизмы в речи. Мне это нравится. Потому что все равно здорово, когда ты владеешь несколькими языками. И все равно это классно для тебя. Создает, так скажем, у тебя ценность. Но не всем это нравится. Я знаю, пожилым людям это не нравится. А мне нравится. Так. Ага. Супер. Есть ли у тебя какие-нибудь best practices, какие-нибудь лучшие практики, чтобы преодолеть языковой барьер? Я это говорила вот сейчас в своем выступлении. Говорить. Разговаривать. Очень банальный ответ, с одной стороны. Но с другой стороны, конечно, это не так легко сделать. Нужно как можно больше говорить. Говорить, говорить, говорить. Говорить. Да. Настолько, насколько это возможно. Итак, спасибо. Спасибо. Было очень интересно. Так. И я вам желаю тоже всего хорошего. Всем успеха. Пожалуйста. Успеха. Спасибо. 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 Спасибо.